Главу подмосковного Чехова Марину Коновалову обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах. Чиновница пыталась провернуть аферу по прихватизации целого здания в городе, но обо всём по порядку. Схема не нова, работает так. Допустим, кому-то приглянулось помещение в бойком месте, как вот в данном случае, или земля. Желающий заиметь идёт и договаривается с чинушей, тот в свою очередь. По липовым документам выводит нужную недвижимость из-под юрисдикции муниципалитета и продаёт затем за 3,50. В смысле 3,50 казна получает, чинушей-то на карман хорошо отваливается. Коновалова, в общем, этим и занималась, когда попалась. Слушайте, ну что тут можно сказать? Никогда такого не было, и вот опять. На самом деле, подобное сплошь и рядом происходит. Просто не всегда шум поднимается, а иной раз. Мошеннические сделки даже приветствуются типа общественностью. Хотите конкретный пример? Сейчас будет. Начинаем! В Екатеринбург предлагаю переместиться в исторический квартал в центре города. Там на улице Куйбышева всю жизнь располагались городские бани, целый комплекс. Со времён царя Гороха они там стояли, находились эти бани, понятно, в муниципальной собственности, даже являлись памятником архитектуры. И вот, в 2016 году комплекс каким-то чудным образом становится частным. А уже в 2019 Екатеринбург продаёт и землю под теми банями, а это полгектара на минуточку. И вот сейчас наберите воздуха в грудь за 6 миллионов рублей. Я хочу, чтобы вы посмотрели на следующие фотографии. Вот они. Именно об этом участке земли идёт речь. Участок, ещё раз, площадью в полгектара. В историческом квартале, в центре третьего по значимости города страны. И за 6 миллионов рублей его продали по цене средненькой двухкомнатной квартиры. Поразило другое. Ни общественность, ни средства массовой информации, Ни следственные органы вообще никак не отреагировали на случившееся. Ну, там прокурорские поначалу какой-то проверки лопотали, потом всё затихло. А вот пропагандисты местные даже рукоплескали по данному поводу. Зато здесь будет город зад. Ну, в смысле, что-то полезное построят. Типа новоявленные инвесторы. Не жулики, обратите внимание. Ранее инвесторы тоже, кстати, про баню говорили, только теперь коммерческие. Вы представляете всю абсурдность ситуации? Екатеринбуржцев, по сути, обокрали, толкнув исторический комплекс вместе с землёй задарма. А власти, СМИ и общественность, вместо того, чтобы кричать «держи вора», радуются. Где ещё такое может быть? Это первый момент. И второй, если подобное в мегаполисах творится, ну, чё тогда удивляться, что в каком-то малюсеньком Чехове слуги народа с казённым имуществом химичат? Владимир, 67 лет, не понимает, что происходит. Сто раз сказано было. Прозрачно, работаете прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект практически тоже носит общенациональный характер. Нет. Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел выхождено. Вообще, конечно, подобные истории говорят всем нам только об одной вещи. Да что там говорят? Кричат. О том, что система управления, действующая сегодня в России, абсолютно неэффективна. И те, кто её придумали, а затем внедрили, включая нашего замечательного президента, не в состоянии этого зверя хоть как-то контролировать. По сути, нынешнее управление в государстве выстроено по принципу иерархии в уголовном мире. Да, не удивляйтесь, когда, знаете, собрались где-нибудь в Ростове паханы. Назначили на тот же Чехов смотрящего. Что их ставленник затем будет делать в обверенном городе? Паханам вообще глубоко фиолетово. Главное, чтобы шуму поменьше и долю вовремя в общак засылал. Вот только заканчиваются такие истории всегда одинаково. Рано или поздно назначенный положенец начинает играть в собственную игру, опрокидывая и своё окружение. И паханов, и тогда его либо заказывают, либо, если успел набрать силу, ему начинают подыгрывать, делая вид, будто вертикаль по-прежнему крепко изиждится на классических понятиях. Почему я привёл именно такой пример? Да просто он очень показателен. Вроде бы и есть там у них, у уголовников, какой-то воровской закон, но никто его особо не соблюдает, больше на словах чтут. Так и в светской России у нас как будто бы есть конституция, по которой мы живём. У нас как будто бы имеется какая-то вертикаль власти, и даже существуют структуры, которые также как будто бы контролируют законность происходящих процессов. Обыдя от заслугами народными, вот только на деле всё это не более чем аутотренинг, самообман, ну помните. Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины без ума от меня. Короче, они там делают вид, будто эффективно управляют страной, мы делаем вид, будто осознаём, что так и должно быть, потому что он и является основами демократических принципов. Это реальная журналистика с новостями из Дома Печали. Поехали! Депутаты Яровую чего-то добрым словом давненько не поминали, а мадам, между прочим, трудится, не щадя живота своего на благо народа, идеями продолжает фонтанировать. Глубокими мыслями и высказываниями удивлять пару последних таких высказываний давайте вам процитирую. Хочу спросить у производителя отечественных самолётов. Сегодня у вас падают самолёты с простыми людьми, завтра с депутатами Госдумы, послезавтра, не дай бог, упадёт самолёт с Владимиром Владимировичем. Вы понимаете, что это государственная измена? Это целый заместитель председателя Государственной Думы, сказал политик со стажем. Яркий представитель крупнейшей партии в стране, человек, который инициирует, лоббирует и принимает законы. Мы с вами по ним затем живём. Или вот ещё и свеженького. За последнюю неделю в России произошли страшные события. Расстрел солдат, расчленение девушки, выступление юмориста Галкина против нашего президента. Несомненно, этим воспользуются наши враги, которые, как я думаю, и устроили всё это. Призываю, не поддавайтесь на провокации. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь? Вообще, если говорить серьёзно, вы знаете, я в последнее время всё чаще ощущаю себя на месте главного героя фильма «Обитель проклятых». Вкратце сюжет картины, давайте расскажу. В психиатрическую лечебницу, которая расположена на острове в океане, где содержатся самые опасные психи, приезжает молодой врач. С самого первого дня парню начинает казаться, что в этой лечебнице что-то не так. В конце концов, герой узнаёт «Власть психушки захватили пациенты, настоящие доктора брошены в казематы». Разумеется, что меня сейчас может кто-то отдёрнуть, а ты не боишься, что всё это может быть расценено как оскорбление представителя власти? Нет, не боюсь. Потому что власть сама себя оскорбляет и дискредитирует, когда её представители, занимающие высокие посты, несут подобную ахинею. Ладно бы такое бешеные бабки, называющие себя отрядами Путина, проквакали, но зампредседателя парламента страны... Кстати, о бешеных бабках. А вы же знаете, да, что он и постоянно против проклятых пиндосов выступают, потому как враги непримиримые, потому как зла России матушки желают. Попалось мне тут на глаза одно кино, на котором запечатлено, как в перерывах между борьбой бабули перекусывают, ну, в смысле, обед у них. Вы должны это увидеть. Ну что, всем приятного аппетита. Спасибо. Спасибо вам громаднейшее. Спасибо администрации президента за то, что он тут стоит целый день. Да, за то, что он тут стоит целый день. Да, за то, что он тут стоит целый день и кушает. Ладно, хоть. Уйди. Это так, телегон, что ли, может быть? Ну, я попал. Ну, как? Ну, как? Михаил Александрович. У вас администрация вкуснее? Конечно. Да ты что? Да что это? Я даже комментировать ничего не стану. Одну маленькую ремарку себе позволю. А враги-то, оказывается, остаются врагами до тех пор, пока пожрать не захотелось. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока. Если строгая моногамия является верхом добродетели, то, безусловно, у пальмы Перемста нужно отдать ленточной глисте, где в 40 тысячах ее, значит, члениках располагаются и мужской, и женский аппарат, и она всю жизнь только тем и занимается, что совокупляется сама с собой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok